Попробую акриловыми красками что-нибудь на небольших таких форматах картонных. Ну они прочные. Я думаю они уже покрыты. Хотя тут не написано. Вот краски акриловые. Надеюсь, Бог даст, у меня получится что-то более-менее в душу вложить, чувство вложить. Потому что я рисую, я рисую не умом, а сердцем, как пишу, как Ван Гог. У меня нет такого, что я, к сожалению, так бы я стал успешным. Точнее, так бы я был нормальным художником, мог бы все что угодно рисовать. Вот так я ничего не могу рисовать. В детстве я лучше рисовал гораздо. Потом. Если вы рисуете с детства, лучше не бросайте ради того, чтобы… Ну я комплексовал за коллектива. Я думал, что если я перестану рисовать, то я стану серьезным человеком, как говорят со стержнем, мужчиной. Там, типа, серьезным человеком. А так, типа, что я рисую – это несерьезный человек, бестержне, там, сопляк. Ну, как выражаются в россияне, в РФ. Я ничего не имею против. Просто россиянство – это такой термин. Человек, как это, гнобят. Вместо того, чтобы нормально разговаривать, унижают. Ну, это россиянство называется. Паблик такой есть, россиянство. Вконтакте, если что. Это просто оттуда… Короче, в детстве я хорошо рисовал, очень в школьные годы. А потом я перестал рисовать и только хуже этим сделал. На самом деле, я не знаю, бессмысленно все вообще. Школа – это бессмысленное место. Я желаю вам не отдавать своих детей в школу. Там нет Бога. Это первое. А если вы неверующие, то, ну, у вас вырастет сын бандитом, гопником, скорее всего, либо просто обслуживающим эту систему. Ничего кроме… Она просто готовит тебя сидеть, уметь сидеть усидчиво на работе по восемь часов в сутки. Работать на буржуя, который получает с тебя сверхбиблии, когда сейчас должно быть давно уже роботы работать, а люди должны… Работа портит здоровье людям и нервы, и разрушает это все… Психику и семьи рушит… Дефицит… А почему роботов они не будут? Они вот все в фильме снимают про роботов. Что типа роботы там захватят, что типа роботы будут всем управлять. Ничего не будет управлять, потому что им невыгодно. Им выгоднее рабов держать в себя капиталистам, буржуям. Буржуя выгоднее держать простого человека, которому он платит минимальную зарплату, получает с него сверхприбыль. И этот человек проживает немного, ну сколько-то лет, покупая пищу стрёмную, которая здоровье его отнимает. И ему не хватает даже денег на нормальное, качественное обслуживание медицинское. Он болеет, постепенно умирает, там нервы еще. А у роботов нету проблем с нервами. За робота ему придется расплачиваться по полной. Лучшее масло там, лучшее это… Ну, то, на чем он будет работать энергию, лучше ему поставлять самую качественную. То есть это то же самое, что человека бы он вдруг стал кормить самыми качественными, полезными продуктами для здоровья. И роботу заменять ему придется со свои деньги, ему выгодно это. Со своего кошелька заменять детали. Это то же самое, что человеку он бы отправил его в частную клинику, самую лучшую, где действительно качественно, самые лучшие собранные врачи, которые действительно помогут. Потому что если они не помогут, они и получат от этого работодателя. Потому что если они не вылечат его болезнь, они не помогут нормально, не заменят. То есть детали заменять он будет самые качественные, чтобы как можно лучше робот работал. А человеку это ничего не надо ему. Он просто платит ему копейки и все. И у человека здоровье портится от работы и нервы. И приходит, орет дома. В общем, не бойтесь насчет роботов. Хотя вам и пофиг на это. Никогда роботы здесь ничего не будут делать. Хотя они могли бы уже давно работать вместо человека. А человек мог бы заниматься творчеством и спокойно жить счастливо. Плодиться, размножаться. Что хочешь делать, что нужно. Но нет. Они сделают боевых роботов. Для себя. Черт. Вот видишь, робот бы. Они еще, знаешь, я вот сейчас подумал так. В фильме «Пятый элемент». Там типа про корпорацию, ну они критиковали, типа капитализм, корпорацию, да, в этом фильме. И там играл вот этот, этот, с усиками такими, типа в стиле Гитлера. Только у него усики были наверху. Я потом проанализирую, ну так вот сейчас вот анализирую этот фильм. В общем, они там критикуют роботов. В начале они критиковали роботов. Типа что роботы, они ничего не помогут. Там священник, нужно в книгах древних жить написано. А теперь они наоборот снимают фильмы, что роботы все захватят там все, чтобы ужас у человека вызвать. А в том фильме они сняли фильм, который отталкивает человека от роботизированных этих хренов. Они, короче, как бы капиталисты, они против роботов. Как ни странно. Они хотят, чтобы люди были рабами и работали бесконечно за гроши и издыхали. Мужчины умирают в 50 лет, дай бог, до 50 хотя бы дожить. Женщины умирают в 80 лет. А мужчины в 40 лет умирают, в 50, в 60 максимум, в 70 максимум лет. Это так. Даже если ты не будешь курить, пить, ты все равно умрешь. Я умру. Ну, от старости. Типа от старости. Хотя на самом деле это от плохих условий жизни, от нервов, от проблем. И они еще вбрасывают этой элиты. Начни с себя. Не будь тряпкой, не будь сопляком. Начни с себя. Улыбайся. Ходи на работу. Будь рабом, который улыбается. Понимаешь? Это Николай Базилев говорил. Мне это запомнилось на всю жизнь. А сейчас они снимают все эти фильмы. Только они там... Короче... Ну, они там переживают вот это для терроризма. Потому что роботов-то они будут внедрять для элиты. Для себя. Но не на службу человеку простому. А против человека простого. В принципе, они правильно делают в этих фильмах. Как они там... Сериал этот. Черное зеркало. В принципе, они там правильно. Но они там продвигают еще свои либеральные темы. Ну, ладно. Но они правильно делают, что показывают, что эти роботы могут просто уничтожить людей. Но только они уничтожат простых людей, а не элиту. Элиты... Да элиты эти роботы не доберутся никогда. Сейчас полно... Сейчас есть много фильмов стало сниматься про будущее, про роботов там. На самом деле ничего не будет. И роботы никогда не восстанут. Ну, ладно. Такой корабль, да, на лепешку похож какой-то. Потому что я... Ну... Ладно. Дай бог. Скорее всего ничего не будет даже. Человек зря потратил средства. Наверное. Жаль. Кривые краски. Не знаю. Надеюсь, что дай бог получится. Надеюсь, что дай бог получится.